На прямых интервью с очевидцами, а также с самими жертвами насилия и нарушений прав человека. Это долгие, подробные интервью, некоторые по несколько часов. В ряде случаев у нас было несколько интервью с разными людьми, чтобы подтвердить какой-то конкретный случай. Поэтому мы вполне уверены в том, что информация, которую мы задокументировали, точна. Мы задокументировали один эпизод казни в Буче 4 марта. Нам рассказала об этом очевидеца произошедшего. Российские войска пришли в Бучу и стали свозить людей из того района, где жила эта женщина. Они вывели людей на площадь напротив здания, стали проверять у них телефоны, паспорта, спрашивали, кто состоял в отрядах территориальной обороны в городе. Люди ждали на улице по несколько часов. Было холодно. Затем очевидеца увидела, что российские солдаты вывели пятерых мужчин с площади и поставили их на колени. Им приказали снять обувь и куртки и натянуть футболки на голову. Один из военных, который предположительно был их командиром, выстрелил одному из этих мужчин в затылок. Женщины закричали, мужчина упал наземь. Затем российские солдаты сопроводили людей, которые были на площади, а их было около 40 человек, до их домов. Когда наша очевидеца покинула площадь, остальные четверо мужчин все еще стояли на коленях. Мы не знаем, что произошло с ними. Мы знаем, что один мужчина был убит. И когда наша очевидеца смогла покинуть бучу 9 марта, тело убитого мужчины все еще лежало на земле. Также мы зафиксировали массовую казнь шестерых мужчин в селе Старый Быков Черниговской области. Это случилось 27 февраля. Российские войска проводили обыски домов, пытаясь установить контроль над деревней, а наша свидетельница укрывалась в подвале. Ее сын и Шурин вышли на улицу покурить, и она услышала, что пришли солдаты и забрали их с собой. Она побежала за ними и на российском военном посту спросила, что происходит. Солдаты ей ответили, ничего страшного, мы хотим их просто припугнуть, задать вопросы, не волнуйся, иди домой. Наша свидетельница не пошла домой. Она увидела, как ее сына и Шурина повели в направлении луга за деревней. Вскоре после этого она услышала выстрелы. Ну, потом пошла домой. На следующий день она отправилась на этот луг, куда она думала их отвезли. Там было небольшое здание. С одной стороны здания она увидела три тела. Обошла с другой стороны и увидела еще три тела. Среди них были ее сын, которому было 29 лет. Его звали Богдан и ее Шурин. Конечно, нет. Мы этого не можем сказать. Никто не может этого сказать. Убийство каждого человека, тело которого было найдено, должно быть расследовано отдельно. Как произошло убийство, при каких обстоятельствах. Российские войска контролировали территорию Буча в течение нескольких недель. Тела людей, которые были обнаружены, не выглядят так, будто их убили одновременно или в один день. Мы уже знаем, что один человек, например, был убит 4 марта. Мы знаем, что другие люди были убиты в другие дни. Когда одна из наших свидетельниц смогла покинуть Бучу 9 марта, она видела тела повсюду. Она видела мужчину, лежащего рядом с велосипедом. Мы не знаем, что произошло с ним. Может быть, он пытался покинуть территорию на своем велосипеде и был застрелен. Может быть, это была перестрелка. Может, в него целились. Мы не знаем этого. Все это должно установить следствие. Мы не можем делать выводы о том, что российские войска совершали на всех территориях, поскольку изучаем только те случаи, которые были задокументированы. У нас есть и другие случаи. Например, тот, который произошел в селе Забучье, недалеко от Бучи. Российские солдаты проводили обыск в доме. Во дворе они нашли охотничье ружье и газолин. И один солдат, указывая на владельца дома и его сына, сказал другому, выводи их и пристрели. Но другой солдат вмешался и остановил его, сказав, нет, не надо. Так что мы не можем утверждать, что происходило в каждой конкретной деревне и в каждом конкретном городе. Но у нас есть уже наши задокументированные случаи. И это очень серьезные военные преступления. Это дает основания полагать, что, вероятно, они могли быть совершены и на других территориях. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова